Всем привет, друзья! Вы на канале Юрия и Лариса Иванова Live. И сегодня, месяц спустя, я делаю видео с готовкой. А что я сегодня буду готовить? Я буду готовить пирог из лаваша. Мы уже второй или третий раз здесь покупаем пачку этих лепешек. Мы их готовим, постоянно что-то из них делаем. Уже я готовила пирог из лаваша здесь, но только не с такой начинкой. Сегодня у меня в начинке будет фарш, сыр, тыква, лук, морковь, яйца для заливки, молоко, соль, перец, оливковое масло и масло для того, чтобы смазать форму. Опять, я говорю всегда это. Я никого не учу. Я лишь показываю наши простые блюда. Сегодня я их не взвешиваю. Все на глазок. Какая вам нужна форма. Ну вот, по форме вы и будете распределять свою начинку. Сколько вам нужно будет. Если у вас маленькая форма, если вы для двоих человек готовите, вы, естественно, возьмите все по половинке того, что я готовлю. И, в общем, поехали. Мамы, я сделаю 10 лук. Сейчас я буду крошить лук. Как вам удобно. Как это и делайте. Оператор тоже с девочками поздоровается. Здравствуйте. А еще твои рецепты смотрят мальчики. Ну, я не сказала девочке. А, извини, я сказала. Я сказала дорогие друзья. Good job! Иногда, конечно, я оговариваюсь. Я говорю девочке. Я привыкла с девочками. Ну, как-то с мальчиками в последнее время. Хотя мой муж, конечно, не девочка. Обжаюсь же. А еще хочу сказать, почему я сегодня готовлю с тыквой. Я с тыквой уже, я не знаю, позавчера я готовила тыкву с курицей в сковороде с сыром. Моему зятю очень понравилось. Он аж себе на обед взял, на ланч, контейнер с этой едой. Потом я готовила уже два раза суп разный с тыквой. Короче, он купил огромную тыкву. И мне нужно ее куда-то девать. Я, как хорошая хозяйка, ее вычистила. Все распределила по мешочкам. И теперь буду использовать для всяких запеканок, для всего прочего, для супов и всего другого. Порезала я лук. Сразу потру морковь. Мне нравится смотреть, как мама трет морковку. Я никогда не могла так делать. Даже став очень быстрой, резкой, я никогда все равно так морковку не могла стричь. Молодец! Когда снимает мой муж видео, он меня похваливает. Когда снимает меня моя дочь, она меня хвалит. А когда садятся за стол, все вместе, и даже зять уже. Спасибо, очень вкусно! Ну, ты очень хорошо готовишь получше таких ресторанчиков. И кафешечек. Короче, натираем это все и обжариваем. Я наливаю сюда масло. Ну, примерно вот так вот. Ложки три, да? Налила. Так, отставляю. Все, сейчас разогреется, и я буду обжаривать лук. Сегодня я тыкву буду измельчать в блендере. Не хочу я ее сегодня резать. И очень тяжело резать. Нет, почему я... Бывает, на мелкие кубики крашу. Ну, сегодня мне хочется измельчить ее в блендере. Измельчаем тыкву. Не совсем ее в пюре. Мама, я сейчас все мелк-шейк. Я думаю, вот так вот я измельчила. Отлично вообще. Будет достаточно. Сейчас у меня разогрелось масло, и я буду обжаривать морковь и лук вместе. Тыква у меня, значит, подготовлена. И теперь, знаете, я положила в этот блендер, я его обожаю, этот блендер ниндзю, в фарш, и перекрутила его еще раз, потому что он здесь какой-то жесткий, жестковатый, он из говяжки, и это не жирная говядина, считается. И мне он не совсем нравится, он грубоватый. А я люблю фарш помягче. Тут чистая говядина у меня. Вот сейчас я ее тоже буду обжаривать вместе с луком. Ничего страшного, что там морковка или что там, тыква вместе. Ну, я тыкву перекрутила там, потом фарш перекрутила. Окей. У меня практически здесь нет никакого масла. Доча у меня все любит. Чтобы жирного не было. Взять любит пожирнее, как и я, повкуснее, чтобы было. Вот сейчас будем это все вместе обжаривать. Сейчас мы перчим. Подсаливаем. И продолжаем готовить. Мне нужна готовая начинка. Чтобы у меня очень-очень быстро испекся пирог. Муж у меня заливает бетон. Дядь у меня еще с работы не приехал. Время уже 7 часов скоро. Все работяги. Сейчас я сюда скидываю тыкву в сковороду. Я думаю, у нас очень вкусный уже запашечек. Все перемешиваю. И пусть у меня готовится это все. В общем, я добавлю сюда масло. Конечно, это хорошо, когда не жирный пирог. Но он будет сухой и будет невкусно. Я не хочу такой пирог. Поэтому дочь что-то говорила. Хотя бы ложки бе. Я добавлю масло. Вы тоже смотрите по вкусу. Если вам нравится пожирнее, добавляйте. Кому-то может сухой нравится. Да ну, кому сухой пирог нравится. Всем охота повкуснее. Знаешь, я ем все. Ну, я знаю, что ты ешь все. Ну, вот все перемешиваем и готовим до готовности. Чтобы мне только его осталось сформировать. И сыр расплавился. Hello, everybody. Джаред пришел, я попросила всем привет сказать. How are you? I'm great. Just get known from work. Okay. Living in the dream. I eat some delicious food here soon, right? Yeah. Are you excited? I'm very excited. Okay. У Джареда спросила, я говорю, ты ждешь мамину еду? Он говорит, очень жду. У него прямо же глаза засверкали, что мама ему сейчас вкуснятинку приготовит. Ну, ты попробовала? Да, очень вкусно. Все готово. Что мы делать с этим теперь будем? Мы сейчас это немножко остудим, пока у нас духовка накаляется. Она у нас уже накалилась, да? Да. Так, так, и готовим форму. Достала я лепешки, так, смазываю я форму. Смазываю, брызгаю. Все нормально так вот. Так, у нас форма не круглая. Доча говорю, надо в Гудвилле высмотреть себе формочку. Зачем покупать за дорогие деньги? Правда же? Угу. Нужно экономить. И вот так вот я раскладываю теперь лепешки. Сюда. Чтоб у меня это свисало. А зачем чтоб свисало? Ну я же перу буду делать. Лепешки здесь кругленькие. Вот так будет замечательно. Все? Да? Доча мне тут говорит, что нужно положить горячее. А вы, пожалуйста, остудите это. Ну у нас времени нету просто. Все пришли с работой. Все голодные. Ну и мы так же с работой. Мы только ребенка накормили. Чтобы он не плакал. Да, сами вот ждем такого пирожка с тыквой. Есть пирожок в здесь? Да. Ты любишь пирожок? А? Ты любишь пирожок? Я слава себе. Окей. Спросила, положили бы ли мы тыкву в эту начинку. Конечно, Джаред. Мы же теперь везде ее кладем. Мы сегодня суп ели из тыквы. Так. Теперь что мы делаем? Нам надо посыпать это сыром. Абсолютно не жирное блюдо такое. Да? Обезжиренное сыр. Вообще обезжиренное все. Обезжиренное. Обезжиренное масло. Доча тут посмеивается надо мной. Ну что я могу сделать? Так. Да, так воспитала. Дома бы я, наверное, еще лист лавашика положила. Ой, я бы думала... Я думала, ты сейчас положишь туда. А ты... Ну вы же тут не любите свое тесто, тесто. Ну а как ты закроешь пирог, объясни мне? Так я еще сверху кладу. Еще не все. Ну клади. И еще начиночка. Смотрите, сколько еще начинки. Я люблю, чтобы в пироге было много начинки. Ну как и все мы любим вкусно покушать. Так. Представляете, да, какой пирожок? Ты тоже прям как Юля Высоцкая слушай. Какой запашочек. Так, теперь нам... Мне нужно еще посыпать сырочком это сверху. С абсолютно нежирным. Это мы прикалываемся, конечно же. Он очень жирный. И теперь мне надо это будет все прикрыть. Ну так еще надо лаваш положить сверху. Ну естественно положу. Подожди. Не все сразу. Хорошо. Сейчас я что сделаю? Я сейчас вам покажу. Сейчас мне нужно взболтать вот эти два яйца. Совсем немножко я сюда добавлю молочка. Молочко тоже очень обезжиренное, 4-процентное. Так, и теперь... И теперь мне нужна кисточка. Я еще не привыкла, где тут что лежит. Где тут кисточка у нас? Теперь мне надо это немножко смазать. А чтобы она прилипла? Да. Не просто же так все это... И, какая ты модная. У тебя такие рецепты крутые. Мне до тебя далеко. Реально мне нравится. Я потом смущаюсь. А он мне нравится, нравится, нравится. И последний листочек. И для меня на свете друга лучше нет. Вот так вот все. Степлером заделай. А мы сейчас зальем. Что ж, зря что ли мы это все сделали? Я сейчас вот так вот все это залью. Я начала видео снимать. Я начала русский вспоминать. Представляете? Так. Все. Залили. Ставим сейчас это все на 10 минут. Потом, по желанию, можно посыпать еще сверху с ручкой. Все? Дотерла? Да. Давайте открываем духовку. Она у нас помытая, чистая. Нам не стыдно ее открыть. Все? Да. Ставим на 10 минут. 10 минут на 200 градусов. Такой вот красивенький получился. Ну, дочек говорит, мам, ну что ты... Я думаю, не расплавится, потому что корка толстая, она быстрее остынет. Наверное, это придется обратно поставить. Ну, ничего, поставим на немножко совсем времени. Так, он у нас простоял. 15 минут. 15 минут, да? Сейчас мы его поставим. А что так мало сыра-то положила? Что, еще насыпать? Ну, так покрой весь всем корочку все сыром. Раз уж сыр начала сыпать, доделывать до конца. Такой мешок сыра. Обалдеть. Уже раз и нет. Кстати, здесь порезанный сыр стоит дешевле, чем целый. Ну, мне тоже, а мне нравится, дочек говорит, мам, еще целый возьмем, будем терять одну. Нет, дочь, давай лучше потертый возьмем. Так, поставим прям буквально на 2-3 минутки, чтобы сыр расплавился. А еще, девчонки, скажу вам, духовка была грязная. Представляете, дочь включила на 3 часа, да, ты включила? Self-cleaning называется. Self-cleaning? Да, то есть сама себя моет. Я обалдела просто. Я просто потом, когда это все время прошло, она закрыта была, я открыла горячую еще. И просто тряпкой ее протирала и все. Я говорю, чем она себя сама обрабатывает? Я в шоке, говорю, что за умная. Все, сыр расплавился вот в таком виде. И разрежем, покажем вам, какой пирожок получился. Разрезаем пирог, немножко остын. Так он красиво разрезается, слушай. Столько сыра здесь еще. В общем, я думаю, он красиво разрезается и очень вкусный. Как вот я похудею так, с твоими пирогами? Не знаю, дочь. Я и так стараюсь не стряпать. Мне так охота все постряпать, что-то приготовить вкусненькое. Да меня разнесет тогда вообще капец. Вкусно, Фон? Вкусно? Вкусно. Тебе нравится? Тебе нравится? Нет. Я спросил, ты любишь? Ты любишь? Я спросил, ты. Да. Да? Окей. Как тебе? Приятно, маме? Нам приятного аппетита. Подожди, еще папа должен попробовать. А, папа, еще тут нам винца налил. Да, винца скидется. Джаред всем дает совет. Я купила очень обезжиренную говядину. И он дает совет, что нужно использовать не 90-10, то есть 10% жира и 90% мяса. А нужно использовать 80% мяса и 20% жира. Ну, как я уже сказала, что надо жира побольше, а то будет совсем невкусно. Да, зять знает толк в мясе. Сейчас посмотрим, папа скажет, как вкусно. О, после хорошей работы дневной. Сейчас попробуем. Мы празднуем сегодня. Что это тут мне Лариса с Наташей приготовили? Я не готовила, я смотрела. А, ты смотрела? Помогала же. Ну, снимала видео. Обалдеть! Никогда такого не пробовал? Угу. Сейчас скажет, никогда. Он все ест первый раз. Как тебе мясо, папа? Ему все вкусно. Даже тебе не спрашиваю. Я не могу говорить. Просто, просто все супер. Я же говорил, что меня ни один ресторан не удивит едой, пока рядом со мной моя любимая. Я не могу снимать видео. Видите, как меня тут хвалятся все. Да, смотрите, а сейчас я попробую. Я же себя-то не снимала. Давай, держи. Просто божественно. Я такого в жизни не ела, честно скажу. Один одного лучше. А как? Джей? Наташа? Ладно, всем пока-пока. Всем хорошего настроения. Чтобы слышали, как я чавкала. Как это вкусно. Это бескультурно.